Мы написали гандельник в Афгани, потому что Афганистан Молшенко сделал презентацию об исламе в России, об исламах, тоже вчера, и об исламе в России, вчера, и сегодня, тема, пока. Я надеюсь, что все вы читали работы, и все молодые люди, и у нас есть 50 минут, чтобы обсуждать вопросы, и ваши вопросы по презентации, вопросы по пианам, книгам. Афганистан Молшенко, давайте начнем работать сейчас, 45-50 минут, 10 минут, перерыв, и потом 50 минут, если вопросы задают. Спасибо, Анна Борисовна. Я, наверное, буду через микрофон говорить, и, если надо, возьму микрофон. К сожалению, действительно, до сегодняшнего разговора были две лекции, два разговора, поэтому мне довольно трудно не повторяться, понимаете, для той аудитории, которой не слышно предыдущая. Потому что Кавказ — это Россия, мы говорили по российскому исламу, по исламу в России, и все время возникают какие-то сравнения, возникает какая-то взаимоследовательность. Но все-таки я буду концентрироваться на Кавказе. Первый вопрос, первый вопрос, самый главный, который обсуждается у нас в последние, ну, хотя бы пять лет. А Кавказ — это что? Это Россия, или, как мы говорим теперь иногда, не всегда, но иногда, это внутреннее зарубежье и доброрущее. Что это? Как его воспринимать? Если мы посмотрим на тенденции и сравним, каким был Кавказ 15 лет тому назад, и какой он сейчас, это все-таки все меньше и меньше становится Россией. Кавказ уходит. Это не сепаратизм. Нет. Там очень слабый сепаратизм. Но он уходит культурно. Он уходит религиозно. Он уходит психологически. То есть это действительно внутреннее зарубежье. И так оно очень часто воспринимается в российском обществе. Это тенденция. Но! Эта часть России все равно это российские деньги, это российские пенсии, это федеральное руководство из Кремля, это попытка Кремля, Путина лично контролировать там ситуацию и возникает вот такая двойственная ситуация. Он и Россия, и не Россия. Это первое. Второе, когда мы говорим о Кавказе, о Северном Кавказе. Я не трогаю ни Армению, ни Грузию, ни Азербайджану. Только Северный Кавказ. Он един, можно говорить, как о целостном регионе. Конечно, все так и говорят. Да, Северный Кавказ, который начинается от Сочи и кончается на берегу Каспийского моря. Но разница в людях, в землях, в мироощущении, в Ислании, огромная. Есть Дагестан, где у меня торповый? Есть Дагестан, есть Чечня, есть Ингушетия. Это один восточный кусок Кавказа. Есть Карачаево-Черкесия, есть Адыгея. Это западная часть Кавказа. Есть Северная Осетия. Это христианская часть Кавказа, православная. И есть Карачаево-Черкесия. И есть Абгабардино-Балкария, которая находится посередине. И который с точки зрения отношения к Кремлю, с точки зрения возрождения, радикализации ислама, она находится посередине. Это еще не Дагестан, с точки зрения протестного потенциала. Но это уже и не Карачаево-Черкесия, где в общем относительно спокойно. Поэтому, когда я произношу слово Северный Кавказ, я даже иногда сам не понимаю, о чем говорю. Нет, это серьезно. Я говорю ислам на Северном Кавказе, и я подсознательно могу думать о Дагестане, а может быть об Адыгеи. И ситуации разные. Хотя тенденции направления радикализации того же ислама. Недовольство федеральным центром, это деминирующая тенденция, что в Адыгеи на Западе, что в Садыгистане на Востоке. Но повторяю, придется всегда оговариваться. Ты говоришь, ислам на Северном Кавказе где? В Чечне, даже в Чечне и в Садыгистане, это в общем достаточно большая разница. Поэтому, если будут возникать вопросы, о чем, собственно, я конкретно говорю, вы задавайте эти вопросы. Потому что в Чечне одно, а в Сверочай-Во-Черкесии все может быть другое. Не все так просто. Северный Кавказ в целом все меньше и меньше часть России, но сам он состоит из самых разных кусков. Поэтому, когда у нас в российском обществе говорят, давайте избавимся от Кавказа, возникает вопрос, а от какого Кавказа? Нет, говорят вот те, которые рассуждают с точки зрения, Кавказ нам не нужен. Давайте оставим Северную Осетию. Давайте. Давайте, может быть, оставим Карачаево-Черкесию. Давайте. А Дагестан? Конечно, надо без него обойтись. Конечно, надо от него избавиться. Но там тоже есть какие-то... Вот этот самый крик «Долой Кавказ!» Пусть он будет независимым, построим границу, это и, как бы сказать по-русски, от простоты души. Надоел Кавказ. Весь Кавказ надоел. А когда начинаешь думать об этом Кавказе, это хороший Кавказ, это плохой Кавказ. Поэтому, читая материалы, читая газеты, всегда это надо учитывать. Вообще Кавказ плохой, но Осетина очень хорошая. Это первое. Это для того, чтобы просто... Это не только вопрос аналитиков, это вопрос для общества, для политиков, для всех. Что такое Кавказ? Мы не знаем. Второе. Второе, что бы я хотел сказать. Второе. Вот на прошлых лекциях разговоров мы говорили много об исламе и о возрождении ислама. Ну, я буквально в одной фразе повторю. Да, возрождение ислама есть, продолжается, и оно закончилось. Ислам возвратился. Все. Там слава Аллаху. Но развитие ислама, эволюция ислама, эволюция мусульманского общества, прежде всего, на этом Кавказе, и прежде всего, его восточные части продолжаются. Что я имею в виду? Раньше мы говорили о возрождении, ренессансе и так далее. Сейчас появляется новое слово. Шариатизация. Шариатизация мусульманского общества на Кавказе. В основном, это восточная часть, это Дагестан, это Течня, это Ингушетия. Уже коснулась Кабардино-Балкани. Уже пошло дальше на запад. Но в основном шариатизация. Это вот Сан-Дагестан, Течня, Ингушетия. Что я имею в виду? Какая разница? Казалось бы, никакой. Все хотят ислама. Подавляющая часть хочет ислама. Но если раньше хотели ислама вообще, давайте больше мечети, давайте больше образования, то сейчас говорят, давайте шариатские законы. Ваши федеральные законы, российские, которые приходят для стремления, они работают и не будут работать. Ваши суды коррупционные. Вы из Москвы пытаетесь навести порядок военной силой. Нам этого не нужно. Мы хотим жить в мире. Поскольку этого не можете сделать вы, давая указания из Москвы, мы бы хотели жить по шариатским законам. Сколько процентов так думают, я не знаю. Поговорят 18 процентов, поговорят 30, говорят 50. Но когда ты попадаешь в Дагестан и в Махачкалун, и вот по берегу моря, и по берегу Санкт-Паспийского моря едешь, приезжаешь в горы, видно, как-то люди хотят нормальной жизни и надеются, что шариат эту жизнь даст. Вот возникает вопрос, а можно в рамках с детской России, с детского государства, Российская Федерация, жить по законам шариата? Пытаются. И в Дагестане пытаются. И в Ингушезии пытаются. Последние данные, которые у меня были, это года два тому назад, в Дагестане 45 шариатских судов. Это много для такой республики? Много. Сейчас говорят 90. Я верю, что может быть даже больше. Потому что это суды шариата, которые решают семейные проблемы, проблемы наследства, семейные проблемы, проблемы отношений между людьми. Шариат выступает против кровной мести. А кровная месть сейчас она признается везде. И в Чечне, и в Дагестане, и в Ингушезии, и в Барбинобалкане. Везде. Что это может быть? Кто это может остановить? Шариатские суды. Вы мне скажете, что это утопия. Да. Кажется, вот сидя в Москве или здесь, в Монтерейшу этого быть не может. Но это есть. И люди идут не к федеральному судье, кстати говоря, позавчера в Дагестане был убит еще один федеральный судье. Так почему, я не знаю. Но он был в итоге шариатский суд, который действительно решает проблему. Кому-то это нравится, кому-то особенно интеллигенции, грузифицированные. Это очень нравится. Шариатизация включает в себя желание заставить людей жить по исламскому обыску жизни, соблюдать все исламские запреты и поведение. Те люди, которые живут в Дагестане, особенно в больших городах, допустим, Таджи-Махачкала, Хасалюр, Сандербен, многие не хотят так жить. Многие не хотят носить плотки женщины, но носят. Я езжу в Дагестан уже лет, наверное, 30. Раньше все сидели как вы сейчас. А теперь одна-два женщины ходят без плотка. Я разговаривал с деканом завкафедрой на философском факультете Махачкалинского университета. Она гордится тем, что все студентки ходят в плотках. Она доцент, она кандидат в науку, она в Борусской говорит еще лучше, чем я, но она гордится этими плотками. Это нормально или нет? С моей точки зрения, это нормально. Если они хотят так жить, ради Бога, но они часть Российской Федерации. Они хотят, чтобы те же законы работали, чтобы эти не федеральные законы, не светские законы работали бы там. Это диремма. Как к этому относиться? Вот у нас сейчас в Москве, по России, по всей России, особенно по югу России, это Ростовская область, это Волгоград, Ставропольский край, Краснодарский край, идет борьба против отношения женщин и плотков. Это фактически воспринимается, как борьба против ислама. Какой выход? Позводит, не позволит? Как во Франции, как в Англии, как в Германии. Мы не знаем как. Но напряжение растет вплоть до убийств. В Дагестане позапрошлом году было убито два директора школы. Убито, застрелено. Почему? Была проблема ношения плотков. Это выглядит, ну как вам сказать, ну, это выглядит, понятно, но дико. Но это наши российские данные. И я возвращаюсь к этому вопросу. К первому, если за ношение, за запрет на ношение плотка в школе директор школы может быть убит, это Россия или это не Россия? Я не знаю. Там читайте наши интернет, газеты, там все это обсуждается. Но выводы никто не делает, потому что развитие общества на... Там давайте позволим, пусть уходят. Нет, вот они остаются, они будут жить так, как мы хотим. Чечня. Я сейчас говорил вот больше про Дагестан, про Ингушетию. Чечня. Что происходит сейчас в Чечне? После двух войн. Первая война и вторая война. После того, как президентом стал Ахмад Саджи Кадыров, которого убили, сейчас его сын, Рамзан Кадыров. Там происходит бурная исламизация. Но если в Дагестане и в Ингушетии эта исламизация идет от каких-то общественных кругов, от мусульманского духовенства, от верующих, то здесь, в Чечне, исламизирует свою республику Рамзан Кадыров. Светский президент. Абсолютно светский президент и близкий друг Путина. Его главное направление для консолидации чеченского общества в этой цели. Мечети воспринимаются как центры образования молодежи. Строится огромное количество мечетей. Ислам преподается в самых разных светских учебных заведениях. Это что? Как это понимать? Это Россия? Или это не Россия? Причем, что интересно, из-за вот этой политики Рамзана Кадырова раскалывается чеченское общество. И раскалывается по возрастному принципу и по половому процессу. То есть старшее поколение и среднее поколение, те, кто выше 45 лет, и не относятся к исламной со скептицам. Вся молодежь за ислам. Женщины в основном не хотят вот этой шариатизации этих исламских законов. А мужчины больше половины, там, 50-50-57 процентов считают, что все-таки это более-менее нормально. Есть где-нибудь еще в мире такой, когда светский президент светский насаждает ислам? Нет. Нет такого общества? Нет. Так что, видите, опять Россия оказывается исключением. Еще одна проблема – это традиционный и нетрадиционный ислам. На Кавказе, как нигде, силен так называемый нетрадиционный ислам. Этих людей, вот этот ислам, раньше называли фундаменталистами, ваххабитами, сейчас называют салафитами. Это самая настоящая исламская политическая оппозиция, которая действует вот тут уже по всему Болгарскому региону. В Дагестане, конечно, сильнее, в Ингушетии, конечно, сильнее, в Чечне она задавлена, но она тоже есть. И вот появляется Кабардино-Болгария, ущелье, Баксанское особенно. Да, там есть исламская оппозиция. И более того, она раньше была очень сильной. Там сейчас очень многие постреляли, убили. Но она есть. Я просто знал этих ребят, я с ними очень много общался в свое время. Короче, вы, с Абчеркесией. Абсолютно раньше не было исламов, был черкесский вопрос. Когда будем говорить, если будем говорить об Олимпийских играх, о Грузии, сможем этого коснуться. Ислам был на минимум. Сейчас он появился. В Адыгее появился ислам. И это ислам нетрадиционный. Не кавказский, этнический ислам с заимствованиями из язычества. Нет. Это чистый, как мы говорим, ислам, такой, ну что ли, ислам, который приходит с Ближнего Востока. Который приходит из Кырсовского залива. Когда Путин или Медведев говорят, что это бандиты, что это уголовники, что это террористы, там есть и бандиты, и уголовники. Но в своей массе это действительно исламская политическая оппозиция. И причем, если раньше она получала огромную поддержку извне, сейчас она действует сама по себе. На свои деньги. На деньги мусульманского бизнеса. Все оружие берется из самой России. Покупается на российских заводах. Что это? Что это такое? И фактически в том же Дагестане идет гражданская война. Каждый, кто туда попадает, это быстро ощущает. Мы завтра будем говорить про терроризм. В том числе на северном Кавказе. А если это все-таки не терроризм, а гражданская война? А гражданская война без террористических актов, она не может быть. Это не столько терроризм, с моей точки зрения, вот здесь, на востоке Северного Кавказа, когда каждый день кого-то убивают и каждую неделю кого-то взрывают. Это действительно гражданская война. Ее Путин признает? Нет. Мы боремся только с бандитами. Можно понять его позицию, потому что эта позиция, ну, достаточно, достаточно труслива. Он не признает наличие исламской оппозиции в России. От этого безвыходность ситуации. 20 лет бороться, еще Лейтин бороться, а Путин борется больше 10 лет. 20 лет бороться против бандитов и уголовников невозможно. Это абсурдно. Или мы признаем, что Северный Кавказ – это одни бандиты. Когда говорят и задают вопрос, а какое бы вы решение предложили на Северном Кавказе, этому кризису? Я не знаю. А кому предлагать? Сейчас последние, последние, скажем, ну, 5 лет возникла идея диалога. Возникла идея диалога между, опять же, между теми, между теми, кто является сторонниками нетрадиционного ислама, то есть, как бы между исламскими оппозиционерами, с одной стороны, а с другой стороны, это власть и это традиционный Кавказский Северный. Вот диалог – это хорошо. Было два съезда народа в Дагестан. Там этот вопрос обсуждался. Есть комиссии, правительственные комиссии, неправительственные комиссии, которые работают по линиям диалога. Новый президент, новый президент Дагестана, Рамазан Абдуллатыпов, сам участвует в этом диалоге. Он приглашает людей с нетрадиционной исламской точки зрения и обсуждают проблемы перемирия. Это хорошо, это замечательно. То же самое, кстати говоря, и в Ингушетии, и в Кабардино-Балкарии. В Чечне этого нет, потому что там Рамзан вот так вот все бьет. Но позитивного результата пока нет. Пока нет, я не знаю, будет ли он. Это парадоксальное явление. Сама есть идея, которая поддерживается многим, но механизм не работает. Почему не работает механизм? Потому что позиция власти того же Рамазана Абдуллаты. Муфтията дагестанская, чеченского муфтията, муфтията, я в Ингушетии. Мы ведем разговор, мы ведем диалог с вами, с оппозиционерами, чтобы убедить вас, что вы неправы. Вы просто должны перейти на нашу сторону. Это диалог или это подобие диалога? Это я уговариваю вас, чтобы вы заняли мою позицию. Это неправильно. Но все равно это лучше, чем постоянная конфронтация. Повторяю, выхода я не вижу. Ни завтра, ни послезавтра, ни до Олимпиады в Сочи, ни после Олимпиады в Сочи. Это превратилось в естественное состояние для Северного Павказа. И одна из крупнейших ошибок, которая была совершена там, на Северном Павказе, властью, это Кабардино-Балкария. Маленькая республика. Но там действительно была сильная исландская оппозиция. Их называли лахабитами, саллафитами. Но эти ребята, их там было во главе четверо или трое, они все время хотели вести диалог с властью. Они все время доказывали, что можно быть и саллафитом, и лояльным власти, вот этой вот кремлевской власти или местной администрации, не получилось. Я однажды выступал в Найчике, у меня была аудитория человек, наверное, 400. Из них было 200 вот этих вот лахабитов, молодых ребят, оппозиции. И 200 это были ребята из ФСБ и из милиции. Я говорил, наверное, ну, 40 минут. А потом 3 часа между собой они выясняли отношения. Полковники, имамы, не знаю, фундаменталисты, майоры лахабиты. Это было потрясающе интересно. Но объективно позиция саллафитов, вот этих вот нетрадиционных мусульман, была сильнее. Они все время добивались, давайте поговорим, давайте найдем общие точки прикосновения. Они нашли. Чем это кончилось? В 2005 год вторжение группы Шамиля Басаева в Найчике, погром в Найчике, десятки убитых, практически полное уничтожение главы вот этой оппозиции, которые, между прочим, были очень умеренными и умными людьми. И на смену им действительно пришли экстремисты. И в Кабардино-Балкарии до сих пор много экстремистских груз. Там, как в Чечне, раньше танки стояли на перекрестках, понимаете? Потому что диалога не было. А предлагала диалог вот эта вот исламская оппозиция. В этом отношении Кабардино-Балкарии в 2003, 2004, 2005 год прекрасные были возможности для стабильности. Более того, один из руководителей вот этих Кабардино-Балкарских его стабильных был подполковник ФСБ. Просто уже на пенсии. Там такой был сам Руслан Нахшин. Замечательный человек. Умница, прекрасно образованный. Он пропал. Там его нет, кто-то говорит, что он убежал, но сейчас нам ясно, что его убили. Вот была нормальная, вменяемая оппозиция, в Кабардино-Балкарии диалога не получилась. Почему я говорю так много про Кабардино-Балкарию? Я до этого говорил, что низвосток, есть запад. На западе больше кризиса, больше проблем, а на востоке меньше. То есть наоборот. На востоке больше, а на западе меньше. В Кабардино-Балкарии было в центре. Если бы была решена проблема вот этой маленькой Кабардино-Балкарской республики, и там был бы реальный диалог, уверяю вас, на сто процентов ситуация была бы намного лучше. И, кстати говоря, угроза для Олимпийских игр в Сочи тоже была бы намного меньше. Но не получается у власти вот этого диалога с инакомыслием. С религиозным инакомыслием, с политическим инакомыслием не получается. Я не знаю, получится или нет. Кстати говоря, считается, что Медведев, когда был президентом, он более был готов к этому диалогу. Я Медведева лично не знаю, что может быть так, но когда он был президентом, говорят, на Кавказе появился какой-то шанс. Поскольку нет диалогов, продолжается на востоке гражданская война. Там уже войны третье поколение мужа-хетов. Флаконин, глава Северо-Кавказского федерального округа, личный представитель Путина в этом регионе, очень неблухой человек, он говорит о третьем поколении, о том, что сейчас воюют восемнадцатилетние. То есть война началась, реальная война, реальное боевое противостояние там, на Кавказе, в Казахстане, и в Ангушетте, и в Течне, ну, девяносто второй год, почти сразу после распада Советского Союза, еще даже до Первой Чеченской войны. Более двадцати лет там это продолжается. Представьте себе, нахожусь. Ты пересекаешь границу и по Попопу, я забыл сам про фотографию, сейчас выскажу. Значит, вот первое покажи. Вот ты пересекаешь границу и ты попадаешь, вот вам блокпост. Это фотография, по-моему, 2001 года. Вот так ты въезжаешь на Северный Кавказ. Ну, а фотография любительская. Представьте себе, что вот там танки стоят, вот тут танки стоят, тут ходят вооруженные люди, отгоняют себя, чтобы ты близко не подходил. Вот граница между Россией и Северным Кавказом. Это я сфотографировал один пост, а их везде. Более того, такие посты стоят, раньше стояли, там сейчас убрали, по всему периметру Печни, с кем бы она ни граничилась, с Дагестаном, с Ингушекией и так далее. Так, поехали дальше. Ну, это просто, знаете как, это пейзажи Грозного. Это только, только кончается Первая война и ты из Москвы, там подряд можно просто показывать. То есть такие фотографии, и ты из Москвы, потому что приезжаешь фактически в Сталинград. Два часа лета, даже меньше, часа от полно. Вот из этой Москвы, достаточно богатой, достаточно сытой, ты попадаешь вот сюда. Причем это не то, что я бегал за фотографиями вот этими. Я просто вышел из машины и вот так вокруг, начинал сам, все подряд фотографировал. Это Сталинград. Это еще больше похоже на Суэрсу в 70-е годы. Это настоящая война. Это вот наш танк, который подбили. Самый таких танков там, ну, ощущение невероятное. Понимаете? Это российское государство, это российская территория. И после Москвы, ну, очень трудно представить. Давай дальше, чтобы... А вот это очень интересно. Вот смотрите. Ну, вы не видите, ну, это тоже конец войны. И вот тут кто-то пальцем написал «не хочу войну». Ребенок написал пальцем. По-моему, даже с грамматической ошибки. Ну, вот можете себе представить состояние людей. Вот там все разрушивается по всему. И вот на автобусе, там, дитек пальцем пишет вот такие вещи. Так, что-то начну. Вот, пожалуйста, совершенно типичный, типичный вид. Вот тут сигареты продают, там будет магазин стоять. Все уже привыкли. И у меня не получилось. На фотографии соседний дом там стоял, а из него, из окна, висела детская коляска и телевизор. Это все Россия. Вот это все вот. Там, когда рассказывают, не знаю, там, война, военные рассказывают, это понятно. Но когда там приезжают люди, вроде меня, абсолютно мирные, и на войне-то я был там, в Мусульском канале очень давно. Вот. И вот это видишь, ну, не знаешь, вот как. Да, сейчас, конечно, там, Рамзан все отстроил, построил, там, если не поскребу, все это замечательно. И он молодец. Вот его все ругают, говорят, вот, Рамзан такой ужасный, он террорист и тоталитарный правитель, но город у нас строит. Те деньги, которые он получает из Москвы, огромные деньги. Конечно, там воруют. В Чечне, как и мне называется. Но не так. Если Рамзан дает своему министру, предположим, полмиллиарда рублей, и он ему говорит, построй вот это, это, это. И если министр не построит, то Рамзан его посадит. Деньги отнимет, которые остались, и заставит на свои деньги, построить то, что он не построил. И был такой случай, даже не один, это довольно известно, у нас, нет, не у нас, а в чеченских, на чеченских сайтах было. В Чечне был министр здравоохранения, которому дали деньги на строительство госпиталя. Он их украл. Рамзан приехал, посмотрел госпиталь, посадил его в подземную перьбу. Он ему говорит, все, постой, а на свои деньги через полгода. Это не один год. Он построил. Он очень хороший госпиталь. Знаете, вот вам что это такое, что, как отнестись вот к этой части России, где работают не законы, а где работает Уболь Рамзан. Так, пока все. И поскольку мы заговорили о Чечне, еще будем говорить. Считается, что на Северном Кавказе существуют две модели обустройства общества. Две политические модели. Первая это Рамзанская, то есть большой кулак и полный контроль. Как при столе. Вторая модель Евкуровская. Это модель президента Ингушетии и Рузбека и Евкурова. Это модель, которая более расположена к диалогу. Это модель, которая, в соответствии с которой Евкуров привлекает к участию во власти оппозицию, которая разговаривает с оппозиционерами. Какая модель успешна, я вам не могу сказать. Мне, сам лично, больше симпатизирует модель Двефкурова, то есть Ингушетская модель. Модель большей открытости, большего диалога и большего соблюдения прав человека, потому что в Чечне права человека понятия отсутствуют. Вообще нет такого понятия. И когда Рамзану про это говорят, он просто сам диким становится. Но тем не менее две модели. Если бы вокруг Ингушетии была нормальная ситуация, Ингушетия граничила не с Дагестаном и с Чечной, а со Швейцарией и Австрией, конечно, семенгульская модель была бы намного успешнее. Но Ингушетия окружена вот этими воюющими республиками и плюс ко всему, как вы знаете, федеральный центр, то есть сам Кремль, он тоже не совсем склонен к демократии. Поэтому то, что сделал Евкуров, это хорошо. То, что он не сделал и не смог сделать, с одной стороны он сам виноват потому, что допускал ошибки, а с другой стороны в общей кавказской атмосфере, в общероссийской атмосфере выстраивать реальный диалог крайне трудно. Не фурова ругают, но он молодец. Кстати говоря, не забывайте, что он полковник из разведки, советской разведки, потом российской разведки, с Уралом. Вот этот полковник, разведчик, он в общем в Ингушетии более-менее на его стабильность. И за это его нужно уважать. Что касается Рамзана, это довольно интересный момент. А Рамзана Кадырова, президента Печни, на Советном Кавказе очень уважает за силу, энергию, за способность подавить любых своих противников. А он их не только подавлял, но и уничтожил физически, практически всех. просто перестрелял в боях отдельно, а ну и так отдельно историю. И вот про Рамзана говорят так, мы его очень уважаем, это замечательный руководитель, замечательный президент, но нам такого не нужно. Вот как хотите, вот так и думайте об этом. А он, конечно, построил дороги, он построил Грозный, ну, в общем, нормальный город. Внешне нормальная республика. Но Северному Кавказу вот такой режим, он не нужен. Это очень интересно. Это очень интересно. Мы уважаем, но его как бы не хотим. Значит, мы действительно за 40-45 минут ничего не расскажешь, поэтому я пытался говорить о наиболее таких ярких проблемах и приводить с моей точки зрения самые интересные партии. Вопрос, на котором можно было бы завершить выступление, потом вопрос, я отвечу, конечно. А вот арабская весна, она что принесла подпись? Есть какое-то влияние или нет? Я сейчас не говорю о мусульманах, гражданах России, которые там боюсь. Я говорю вот об этом. Тоже не все так просто. С одной стороны, вот эти вот исламисты, братья мусульмане в Египте, а надо в Тунисе, в Сирии оппозиция, она пользуется очень большим проблемом. Это не значит, что все готовы в том же Дагестане или в Чечне, или в Камбардино-Балкарии устраивать революцию. Вот так же выступать только прижим. Но, во-первых, люди говорят, вот вы ругаете исламистов, они приходят к власти, там, на Ближнем Ростоке. А мы тоже мусульмане, мы такие же мусульмане. Почему мы не имеем права поступать как они? У нас те же самые идеи, народ их поддерживает и нас поддерживает. И это создаёт напряженность. причём к этому нужно относиться достаточно серьёзно. Когда американские войска вошли в Ирак, я вот в тот момент был в Дагестане. Там готовилось шесть тысяч мусульман. Они уже были вооружены. Шесть тысяч человек готовились поехать в Ирак. Это не шутка. Вы знаете, это вот было такое исламское объединение. Вот поможем братьям мусульманам, нашим там братьям, которые войдут просто американцам. Естественно они там понятно. Но люди то приходили, я сам разговаривал с ними, они готовы были ехать воевать в Ирак. Это к тому, что то, что происходит там, на Ближнем Востоке в Ираке в Сирии и Египте имеет отражение здесь, на Северном Горконе. Сирийская оппозиция пользуется очень большим авторитетом было несколько демонстраций в поддержку сирийской оппозиции. Лозунги были такие Россия против Ислама, Кремль против Ислама. Вот сирийская оппозиция, там, Сирия, против Башара, это настоящая мусульмана. А вы в Москве поддерживаете Башара, который продал Ислам. Это еще раз доказывает, что вот это самое протестное мусульманское движение на Кавказе, оно может принять самые любые формы. и это огромная проблема для России, потому что в данном случае, когда они поддерживают Сирию, они пытаются выступать от имени всего Ислама. И сирийская оппозиция очень популярна, хотя, конечно, миллионные демонстрации не имеют. Во всяком случае, для мусульман в Дагест, ну, самсирянного Кавказа, уже теперь будем говорить, самсиро, это очень важно. Это сила Ислама. Это сила Ислама, который боролся против авторитарных режимов. А какие режимы на Северном Кавказе, какой режим в России, это понятно, там люди читают газеты, и по-своему разбираются в политике. Поэтому мне представляется, что события на Ближнем Востоке еще будут иметь реакцию для Российского Северного Кавказа. Мы видели не все результаты этого влияния. Мы не знаем, чем кончатся дела в Сирии, мы знаем, какие проблемы в Египте. Все это читается, за этим наблюдается там, на Северном Кавказе. Когда Кремль и официальное наше духовенство попытались снизить уровень влияния арабской весны на Северном Кавказе, они пригласили богословов из Египта, из Ближнего Востока, они пригласили, вы знаете, конечно, Сан-Юссефа Карадаги, они пригласили Карадаги, это генеральный секретарь ассоциации Улемов, который выступал в Махачкале. Огромное было мероприятие. Он выступал и все говорил правильно, против терроризма, против экстремизма, и все были довольны. А в конце он сказал, вы, мусульмане, здесь собравшиеся, вы, дагестанцы, павказцы, ведь вы такие же братья-мусульмане, которые пришли к власти у Египта. Так, вы, на секундочку, себе представьте, как это было воспринято залом и как это было воспринято в Москве, когда приезжает человек, на которого возлагаются надежды, что он будет ругать экстремистов, террористов и скажет, что да, вот у вас замечательный ислам на Кавказе, а он говорит, что вы такие же как мы. Но мы уже пришли к власти и пауза, и молча, понимаете? Так что, так что я думаю, что какие-то последствия еще, еще, еще будут. Я бы на этом закончил, потому что я говорю 46 минут. Ну, как он? Ну, может быть, последний, я скажу, потому что наверняка будет вопрос. Наверняка будет вопрос. Я говорил о противостоянии традиционного ислама и нет традиционного. Противостояние очень острое. с 1995 года было убито 57 муфтиев имамов и религиозных деятелей традиционного толка. 57 человек. Это очень... Это была элита вот этого традиционного ислама. Их убивали. Их просто убивали, взрывали в машинах и так далее. Казалось бы, острейшее положение, острейшее противостояние, но... последние два года выясняется интересная вещь, что нетрадиционный ислам, исламская оппозиция выступает за что? За шариат, за сабтаймную исламизацию общества и исламское государство в Северном Казахе. Для того, чтобы добиться этого исламского государства, лучше выйти из России и построить халифат, халифат и марат, ну, понятно. Чего хочет вот этот вот традиционный лояльный кусаный ислам? Он хочет шариатизацию общества раз, исламизацию общества два, и создание исламского не государства, а исламского пространства в рамках России. Мы не хотим уходить из России как вы, мы хотим создать нормальное исламское пространство и мы имеем на это право. То есть цели практически одни и те же. Те, кто лояльен Путину и те, кто является его противником. И между ними сейчас, несмотря на убийства, о которых я говорил, наводятся мосты неформальные. Они ищут какой-то консенсус. Если бы я был на месте Путина, я бы об этом задумался, к чему это может привести. Но факт остается фактом. Будучи непримиримыми врагами, борясь за влияние в мечетах в обществе, эти люди понимают, что их многое чего объединяет. И объединяет их почти все, кроме методов. Вот такой российский Кавказ, и я возвращаюсь к самой первой фразе. Это Россия или это внутреннее зарубежье? Вот на этом ответы. Пожалуйста, выставьте вопрос об вопрос в детстве. За наши гости я тоже скажу, что вопрос не обязательно в том, в том, в том, в том, что было возможности задать других вопросов. В общем-то есть такая возможность в моей студенции что-то была, но тем же не я только хочу предупредить, что если я не знаю ответа на вопрос, я и буду так говорить не морочиваться. Пожалуйста. Здравствуйте. У меня вопрос. Какое ваше личное мнение о высказывании Жириновского о том, как это? Знаете, что? Вы мне надоели. Значит, так, я отвечал на этот вопрос вчера, точно так же могу сказать сейчас наплюйте на это и задумайте. У человека непростое политическое положение, ему нужно на себе напоминать самое удобное время. Он всякий раз ругает Кавказ, когда есть такая возможность. Это очень полезно для Кавказа, там все время вопрос задают, а как Гриновский такой секунду. Ну, что-то. Ну, пусть он говорит, но у него такая функция, знаете, вот летчик летает, там, лесорубка бери или лупит, а Гриновский вот это должен говорить, на том уже голоса. Здравствуйте, моя жизнь Мария, я студентка. У меня такой вопрос, я надеюсь, вы пусть правильно понят, создают ли культурные отличия родного региона благодарственную почву для развития экстремизма? И, как Вы считаете, ислам является он просто прикрытием экстремизма или силы? И да, и нет. Во-первых, ислам, я уже много говорил, это исламская политическая оппозиция. Это сущностный феномен. Мы хотим перестроить мир, наш оптарский мир, на исламской основе. Но, естественно, ислам одновременно является и инструментом политики, и прикрытием. Потому что на Северном Кафе есть мафия. Это и секрет. Когда Путин говорит, что там есть мафия, это он прав. Так лучше я буду борцом за ислам, чем мафиози. Поэтому очень часто ислам бывает прикрытием. И тут нужно очень тонко разбираться в ситуации. Поставьте себя на место полковника ФСБ. С кем он борется? С реальной, политической, честной оппозицией? Или это действительно бандиты под прикрытием ислама? Это очень большая проблема. Действительно проблема. У нас ее решили очень просто. на самом верхнем уровне. Это все бандиты. А ислам это прикрытие, как вы говорите. Это не так. Здравствуйте, меня зовут Виктор Полотен Фейс, у меня такой вопрос. Как вы считаете, могут ли христианцы и мусульманцы существовать на датах? Они существуют. Кстати говоря, межконфессиональных проблем, проблем столкновений между христианством и исламом на северном Кабхазе очень мало. Я не помню, чтобы в Дагестане взорвали хотя бы одну церковь. Когда во время Чеченской первой еще войны была взорвана русская православная церковь, очень маленькая, два купола цветных, то первое, что сделал Рамзан Кадыров, когда он стал президентом, он начал ее восстановить. И даже ваххабиты, даже салафиты, они все время подчеркивают, что мы с христианами братья. Поэтому тоже интересный момент. Конфликт на Северном Кавказе это не между христианством и исламом, это между исламом и исламом. А русские оттуда уезжают не потому, что они православные, потому, что они русские. Есть межэтнические проблемы, это есть проблема этнизации государства, то есть если это Адыгея, то русских там живет 65%, а все государственные посты они заняты Адыгемом. Вот это есть. Русским очень тяжело в бизнесе, потому, что по всему Северному Кавказу традиционный семейный бизнес, если это магазин, это семейный магазин, если это еще что-то, это семейное предприятие, так что русские оттуда по целому ряду причин выезжают и будут выезжать, но только не по причине межконфессиональных противоречий. Ваши, у меня зовут Рубанин, сегодня был. Мне хотелось бы узнать, как резинация бывших военков отмечается в Чечне и Дороскоп. Вопрос не ко мне, но вопрос очень интересный. вы знаете, по-разному. В Чечне те боевики, которые не реинтегрировались, они были уничтожены. Те, которые интегрировались благодаря прежде всего Рамзану, в меньшей степени его отцу, но тут тоже начали эту интеграцию. В общем, вся гвардия Рамзана Акадырова это бывшие боевики не джихады. И вообще, понимаете, какая вещь, мы вышли, в первой части говорили о диалоге, который не состоялся. Правильно? А вот в Чечне между Кремлем и частью боевиков диалог состоялся, еще какой. Кто объявил джихад России? Отец Рамзана Акадырова. Самхан Аджин. Правильно? Более того, он правдой говорил, что он не объявил, он только подтвердил джихад объявил муфти Чечни, а он тогда не был муфтием. Но это очень долго объяснять. Он сказал, что будет джихад России. Когда он поменял свою позицию, отдельная тема, он действительно ездил к Путину, и я с ним очень интересно встречался ночью накануне его поездки от Путина. Он тогда еще очень плохо говорил по-русски, но слушай. Это удивительный человек, говорят, что он дурак, он такой-сякой, это был потрясающий человек. Он очень много сделал для Чечни. Это отец Рамзан. Ну как его убили, я говорил на в лекциях. Так что вот это боевики, самые настоящие боевики, у которых на руках крах российских солдат. И ничего, и он был президентом, и сын его президентом. Так что диалог может быть между Кимом Готом, между Носорогом и Зайцем Готом. Было бы желание. А, да, и Дагестан. Прости, я забыл. Ты знаешь, какая вещь, там идеолог, там интерес. Есть семья, и два сына из этой семьи, они или в горах воюют, или это городские партизаны, но они приходят домой. У них отец, у них мать, у них знакомые, и все знают, что они велик. И вот этот неформальный диалог между людьми, он существует. Все прекрасно знают, чей сын, в каких горах, в каких городах воин. Это состояние гражданского общества, это состояние души. Поэтому когда власть хочет кого-то наказать, она говорит, вот твой сын выявит. И не знаю, там сажают в пыль. Когда власть не хочет, она молчит. Так что вот такой чисто человеческий диалог, он продолжается. Если ты захочешь, приехав в Дагестан, поговорить с соблюдниками, ты поговоришь. Ты поговоришь, этой проблемы нет. И еще один сомплимент тоже возвращаясь в Чечене. В 2000 а не помню, ну допустим в 2008 году Рамзан Кавыров собирает чиновниц всех своих и говорит это я цитирую не то интернет, не то чеченские газеты я знаю, что ваши дети воюют против меня, я знаю, чей сын воюет в горах, если он не вернется, я вас уволю. Это дело? если я цитирую это не то что мне кто-то на ухо рассказывает это было написано я вас уволю потому что ваш сын вы не пожалуйста вы меня обижаете значит по разным данным сам коррупция у нас достигает тревая экономика до 40% это системная коррупция понимаете это уже часть государственного управления в этом трагедии поэтому с коррупцией можно бороться как хотите с пулеметом с автоматом это часть российского государства это часть российского общества поэтому выходами знает никто в дагестане коррупция достигает 60% экономика теневая 60% в казахстане тоже почти 60-50% в таджикистане но там вообще все бороться вот поэтому как бороться против системной коррупции это бороться против себя самого это моя левая рука будет бороться против моей правой руке это одна из главнейших проблем России наше министерство обороны вы знаете ну я даже не буду повторять как против этого бороться при министре обороны украли минимум 6 миллиардов рублей кто у нас верховный главнокомандующ Путин он про это не знал это плохо он в этом участвовал это еще и подскажите мне как дальше вы говорили о исламской политической оппозиции что нет диалога с властью ну предположим Путин воскнулся завтра и решил я хочу и думаю какой я вот и вот по вашему с вашей точки зрения эксперты принимающие демократы по этой стороне во-первых каковы требования исламской политической оппозиции и как эти требования сверхская власть в лице Путина может туда дотвориться то есть если они предлагают шариат то что должен делать Путина есть ли какие-то примеры других государств которые вы считаете решили этот факт вы знаете я по поводу примеров таких государств затрудняюсь потому что это сказать наферетин но это нет это но и профессии и России нет нет но вы же говорите вот какие государства значит вот это все это 7 миллионов мусульман весь северокавказский федеральный округ это 10 миллионов человек в общем селе 7 миллионов мусульман причем не все предлагают Путину что шариат Путин на это не пойдет создание исламского государства в рамках России Путин на это не пойдет жить по исламским законам тогда российское общество скажет а зачем нам люди которые живут там у себя по исламским законам в этом отношении положение тупиковое и все что можно сделать это не воевать а разговаривать спорить обсуждать дискутировать и постепенно прийти к тому состоянию когда этот спор будет вечен когда будут решены какие-то экономические экономические социальные проблемы будет меньше безработицы не будет арабской весны когда изменится общая ситуация когда выяснится что зачем шариатские суды когда работают федеральные суды зачем нам исламское государство когда есть справедливое российское государство саморазвитое современное потому что вот эта исламская оппозиция это в первую очередь это реакция на социальные экономические и политические проблемы с этой точки зрения ислам это часть сам Кавказ это часть России решить отдельно проблему Кавказа не решая проблему не Иркутска или Москвы невозможно это одна страна вот в чем дело вот этот парадокс а говорить о том что мы модернизируем Северный Кавказ это любимая тема мы заплатим деньги мы построим олимпийские комплексы кстати об олимпийских комплексах давайте раздевать туризм на Северном Кавказе вот любимая тема давайте давайте я задаю вопрос а кто будет сам работать там горлочные кавказские женщины нет мы русских привезем ну вот вам ответ понимаете хорошие идеи замечательные огромные деньги но как не было дорог в Дагестане как и не в Чечне есть там сам тоталитарный режим он всех построил и стал быть дороги а везде сам дорог самнормального водоснабжения тоже не перебои с электричеством и каждый день но масса вот этих вот проблем ну и конечно коррупция про которую говорили которая еще вышла в России поэтому предлагать Анна Борисовна можно все что угодно как только дело доходит до реальной до реальной работы все у нас куда-то исчезает не только на Кавказе но и везде он тяжелелел да пожалуйста спасибо у меня есть еще один вопрос к вам вообще почему считаете что исходизм выживет до тех пор пока социально-экономические и политические продвинуты не будут решены а что может предполагаться до того как не стоит это а когда будут решены социально-экономические продвинуты вот вот тогда заходите я отвечу на ваш вопрос эти проблемы во всяком случае я родился при этих проблемах я умрел при этих проблемах да и как там все по-моему находящиеся что эти проблемы можно на Ближнем Востоке решить а? их решают с 60-х годов арабский социализм там и еще что-то что это может Россия решить или Советский Союз мог решить это только социально-экономические проблемы это Пакистан Абдонистан и все прочее это раз поэтому будут эти проблемы будет сам исламистская реакция но дело в том что исламизм как феномен как идейно-религиозный идейно-политический феномен он самодостаточен он же есть в Саульской арабе где в общем-то все не плохо он в Катаре есть люди постоянно хотят больше использовать по-своему исламистскую могу и вот то что вы говорите эти плохие социально-экономические услуги это бэкграунд огромное это фундамент для этого но когда не будет прагматизма когда не будет практического фундамента будет еще какой-то это вечный факт в основном мы к нему относимся что мы его преодолеем завтра послезавтра через год вот арабская революция сейчас показала что это будет идти по кругу вот смотрите пришли братья мусульман ушли братья мусульман потом они опять придут потому что эти проблемы не будут решены к этому нужно относиться как к исламистам климат к смене богов они могут быть более радикальными менее радикальными сам просите меня самый радикальный исламист это кто? Ганглаза самый умеренный исламист кто? это правительство Турции а между ними вот это достояние два но если вы почитаете то что они пишут например как экономисты та исламизацию посмотрите которая сейчас идет благополучной Турции очень похожа поэтому с этим жить с этим сотрудничать и против этого бороться и то что будет конец этого исламистам это большая шифра это нормально у меня вопрос по поводу наших бостонских бомбистов вся история когда вы услышали о том что это произошло и что это люди не из Чехии а из Чечни и из Кавказа то есть какие у вас другие о чем вы думали и какова ваша анализа ситуация вы знаете у меня к сожалению у меня к сожалению анализ который отличается почти наверное я не прав но я скажу не из Бостона а из того что для меня в России два человека так я как раз кстати говоря в это время жил в Вашингтоне и все это слушал я не верю чтобы это было какой-то какой-то исламский я не верю что это была организация которая все это готовила это любитель это самое страшное что может быть профессионалов поймать можно любителям может быть каждый тем более что сделать взрывное устройство пожалуйста когда-то сам читал сам лекции по терроризму в Москве я просто покажу как это делать понимаете это очень просто что ну там они ходили в мечей чего-то читали вовсе какая-то частная причина частная частная конкретная личная причина мне кажется что я сам про нее прочитал обидели и особенно обидели старшего брата вот та самая девушка которой он дал по аппезиономии она обривала вот с этого наверное все началось потому что частные обиды для таких взрывов частные проблемы имеют огромное значение не надо повсюду искать алькави в россии происходит огромное количество инцидентов на межэтнической основе исходя из каких-то ну совершенно бытовых проблем кого-то обидели кого-то ударили кого-то обозвали кавказской собакой еще что-то вот это самое опасное за каждым взрывом если мы будем искать организацию то мы сойдем с ума а другое дело что есть общество другое дело что когда я иду чего-то взрывать и убивать кого-то по личным мотивам я себя даже не признаю мне приятно ощущать себя сопредставителем радикального ислама хотя на самом деле лично меня обидят вот эти вот все инциденты которые мы сейчас наблюдаем в России а их уже на сотни пошло все начинается с личных а потом фон общее настроение общее отношение поэтому поймать их вот отдельных этих ребят я не представляю как сам тем более что кавказцы особенно чеченцы они даже иногда ты пошутишь а им кажется что ты их обидел тут масса разных возникает вариантов поэтому слава богу что я не работаю поездой потому что я не знаю как у меня еще один вопрос как долго вы считаете будет продолжать хорошее отношение между Россией и Чечнером то что пока Россия может сказать формит Чечню ой какой вопрос то пока живы Путин и Кадыров я бы так сказал потому что когда пришел не увидев уже военных выкрепить как только Кадырова не будет появятся остатки тех группировок которые уничтожили Рамзан есть внуки племянники сыновья ну например сам клан второй после Рамзана полностью уничтожен но вот они соберутся как они будут относиться к Москве я не знаю пока что есть Путин есть есть Путин есть Рамзан Кадыров и недаром Рамзан накануне последних выборов он сказал что Путин должен быть вечным президентом России это он не про Россию говорил это он про себя говорил у меня вопрос каковы отношения сейчас между Чечнёй и Дагестаном в свете агрессии 99-го года осталась и плохая память осталась и как это выражает на политическом уровне память осталась и очень не хочется быть не политкорректным но в Дагестане чеченцев не очень понимаете тут естественно что вам этого никто не скажет но чеченцы это очень проблемная и в Дагестане считают что если бы не чеченцы то конечно было бы все лучше и спокойнее что касается вторжения 99-го года существует целая литература на эту тему то это организовали люди или Путина или Ельцина то это организовал Березовский который заплатил миллион Шамилю Басаеву то это организовали арабы 300 арабов которые шло во главе вот этой Басаевской армии даже люди которые там были рассказывают самые разные у меня есть несколько рукописей участников этих событий но все поэтому я не знаю поэтому я не знаю но по моему это было сочетание во первых Басаеву нужно было продемонстрировать насколько он силен тогда российская власть была слаба и он действительно рассчитывал выйти на Каспийское море представьте себе ситуацию значит представьте себе ситуацию это было возможно это было бы что-то фантастическое если бы это было поддерживали его в Дагестане безусловно поддерживали потому что тогда в Дагестане было огромное количество джаматов исламских радикальных общин и когда мы говорим про Басаева мы забываем еще одну вещь мы забываем историю так называемой Кадарской зоны четыре села в Дагестане Чабаннахи Карамахи Чанкурбе и Кадар провозгласили исламскую не то землю забыли в общем что-то такое исламское и вот там-то были бои еще похуже чем Басаев это воевали дагестанцы да им помогали в чем-то да там воевали самые настоящие дагестанские радикалы салахиты восходители когда вот это все совпадает проблема Кадарской зоны тут же идет Басаев в последние минуты когда он уже вошел вот там на западе дагестанцы поняли какую опасность Басаев для них несет и вот тут они соединились с российской армией когда они увидели реально чеченцев и арабов с их победением с их амбициями с их претензиями вот тут они вернулись я уже не говорю что есть спорная граница между Дагестаном и Чечнёй там тоже долго рассказывать но память осталась она и память осталась негативная и в самом Дагестане потом во всем больше всего не чем Чеченцы ну ну вы сказали чеченцы сложный народ мы об этом немножко говорим в партии не соглашаются с тем что это необычно но вот из вашего опыта какие и вы пишите об этом в ваших книг то есть книг если бы могли рассказать вашим студентам какие основные характеристики чеченского чеченского народа препятствуют какому политическому без диктатуры чтобы было такое согласие между собой и согласие с другими народами вы знаете такой вопрос сложный во-первых по поводу диктатуры чеченская традиция не предполагают диктаторы потому что сейчас мы наблюдаем это исключение почему к Рамзану Кадырову сложные отношения к Чечне диктаторам там совсем другая политическая культура там все должно быть основано на консенсусе то есть между тейпами между виртами и так далее почему Рамзан уничтожал своих соперников он не мог договориться он ломал политическую культуру Чечни не сломал ее пока чтобы дальше я не знаю по поводу по поводу особенностей чеченского это воинственный народ вы знаете это самый воинственный народ если мы вспомним тридцатые годы сороковые годы это было самое настоящее национально освободительное движение когда мы говорим что 23 февраля 1944 года Сталин выслал это плохо это ужасно там читали есть масса книг масса воспоминаний но я попробую сказать одну вещь которая вам не понравится провокационную вещь а что Сталин мог с ними сделать если бы он прекрасно знал что это национально освободительное движение которое подавить нельзя уничтожить нельзя то есть можно только всех вывести война против Красной Армии в Чечне продолжалась по-моему до мая сорокового года были отряды такого из Рафилова которые там продолжали воевать последний чеченский мушахет последний чеченский мушахет был пойман Авгорат не то в 1974 там не то в 1976 году это был старик но он не хотел этим городом это был какой-то символ это большой народ чеченцы это больше миллиона это самый большой народ Кавказа самый обиженный народ Кавказа самый амбициозный народ Кавказа но и в каком-то плане очень русифицированный это старшее поколение поэтому интересный момент сейчас я вам говорю об отличиях об особенности сам чеченцев но когда я туда приезжаю у меня вообще нет никаких проблем со своими ровесниками как будто я в Москве прекрасный русский язык мы обсуждаем любые проблемы театр, балет, литературу у нас нет ничего враждебного просто вот друзья понимаете когда ты приезжаешь в Дагестан там нужно быть осторожнее ты можешь кого-то обидеть ты можешь сам чего-то не так сказать в Чечне с этими моих ровесниками все что угодно поэтому вот мне сам в семье даже не верил я когда в Чечню сад езжу ну мне там почти отдыхают понимаете одни свои со молодежи это совсем не верили совсем не верили а вот наши там наши как вам сказать постсоветские братья мы в общем очень близки друг к другу и мы все понимаем у нас одна и та же музыка одна и та же эстрада одни и те же анекдоты вот вот так все очень странно понимаете но это так это вот такая картура в апреле там написал понятно что там что Россия это там кто Том там кто-то больше занимается грудью да но он написал в апреле понятно что там но Россия должна группировка и организация под безопасностью сотрудничества в европе чтобы представители этих двух организаций вернулись на сервис процесс. По вашему мнению, если это так будет, это значительно изменит поведение и политику региональных выборов и когда этого раунда будет? Это ничего не изменит. Я вот в этом отношении с Том согласен. Мы должны вернуться. Вы знаете почему? Мы не из-за политики. Из-за того, что когда там были все эти представители, врачи без границы, ну все были. Чеченцы не чувствовали себя один на один с Москвой. Всегда были какие-то люди, с которыми можно было поговорить, пожаловаться, посидеть. Понимаете? Вот это очень важно. Особенно для молодежи. Потому что если не приедет Европа, приедет сирийская оппозиция. Или кто-нибудь в этом духе. Обязательно надо, чтобы они приехали. Но, естественно, что нашим это не совсем удобно. Неприлично. Как это так? Это российская территория, какие-то иностранцы. Мы сами все решили. Тем более, что там очень много действовало и продолжает действовать. Правозащитников, сами понимаете, у нас никто не любит. Поэтому, непростая ситуация. Но, если бы были возможности и желания, там, конечно, надо заодно следить. Вот таких вот нормальных, чтобы они ездили, смотрели. Да рискованно, знаете. Убить надо. Все-таки опасно. Здравствуйте. Насколько экспертов думают, что после последних выборов в Грузии, что может быть увеличение связи между Россией и Грузией? А как может влиять на экономические условия в России это никак не повлиять вообще? Ну, на Северный Кавказ. На Северный Кавказ это тоже, в общем, никак не повлиять. Понимаете, какая вещь? Я считаю так, что Иванишвили и Грузинская мечта сделали все, что могли. Сейчас мяч на территории России. Сейчас Россия должна себя правильно повести. Уже нет Саркашвили, мы все понимаем. Поэтому есть только один вариант, который, по-моему, возможно. Забыть про Южную Осетию и Абхазию. Забыть. И в России, по-моему, про это говорить, и в Грузии. Сделать вид, что их нет. И выстраивать какие-то отношения. Я понимаю, как это тяжело для грузинской мечты. Но это единственный, к сожалению. Потому что сама проблема вот России, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, она не так проста, как иногда ее показывают. Понимаете, в чем дело? Я хорошо знаю Абхазию, у меня там похоронен детям. Я там бывал много-много раз, начиная с 5 лет. Абхазы никогда не хотели жить с грузинами. Даже при советской власти, при советской власти. Выходили тысячные демонстрации для того, чтобы войти в состав России. Это так. Ну, в Южной Осетии, это вообще, вы сами понимаете, это не государство. Там чуть больше, чем наша аудитория. Это вообще непонятно что. Но абхазская проблема нерешаема. Я думаю, что независимость Абхазии когда-то будет признана. Кем первым? Ну, реальной страной. Ну, может быть, кто? А может быть, еще кем-то. Я не знаю. Поэтому сейчас все возвращать абхазский вопрос или юно-осетинский вопрос, это никому не нужно. Это ни к чему не приведет. Пока есть Россия, он будет так. Я вам больше могу сказать, если завтра Россия исчезнет. Ну, исчезнет, ну вот нет России. Понимаете? В ледовый период начался, вот пришли сбить. Абхазия будет независимо. Ее поддерживать, вот это точка. Поэтому, да, экономика, да, торговля, безусловно, не все к этому готовы. Кстати говоря, российские фирмы действовали в Тбилиси даже в 2008 году во время войны. Все перспективы есть. Но зависит от Москвы, от России и лично от характера Путина. Потому что Путин не мог простить друзей Саакашвили. Теперь Саакашвили нет, нужно меняться. Как? Спасибо. Существует ли сегодня вопрос технический или биологический, или радиоэкологический цирка? Почему вы просите? Уопрос. Применение девического и биологического. Где? В Кавказе. А где применение? В России. Где и против кого? И кто его будет применять? Я не совсем не могу сказать. В английском скажем. Как вы... А две лет назад в... , я не я не знаю, я не знаю, что это было. Но- где это было? Измайловский парк? В Москве? Да. Исмайловский парк. Исмайловский парк. Вы знаете, я просто не знаю. Я даже не знаю, была ли там радиология. Потому что писали разные. Ну, не знаю. Не хочу придумать, просто не знаю. В Москве я жил по Закожане. И когда я жил по Малинику, было, как я сказал, то есть, как я говорил, что я не знаю, что я люблю. И я знаю, что я не знаю. Я знаю, что я не знаю. Вы знаете, это дагестанский город, всего в Дагестане, по-моему, есть еще азербайджанцев живут, или чуть-чуть поменьше, это дагестанский город, понимаете, но вообще вот после распада Советского Союза, вот эти противоречия очень искусственны, потому что жили и в общем ничего не было. Кстати, те азербайджанцы, которые живут, это не шииты, это в основном суниты, а в основном это суниты, потому что в самом Азербайджане непонятно, какое количество сунитов, какое шиитов, кто больше шиитов, кто сунитов, причем даже ученые, немного, друзья, я там давал, поэтому у него вопрос, считается, что сейчас в Баку больше сунитов, раньше было больше шиитов, ну, не знаю, но там оно все было. Сейчас больше всего алкоголь, вот, ну, ладно. А сама проблема, вот границ после распада Советского Союза, это тяжелая проблема, это прежде всего лезгинская проблема. 250 тысяч в России, в Дагестане, 250 тысяч в Азербайджане. Это очень непростые отношения, очень непростые отношения, и лезгины рассказывали, я в этом не видел, но лезгины рассказывали, что именно их азербайджанцы посылали воевать за нагородные права. Так это или не так? Азербайджанцы говорят, что это вранит. Но лезгины формы, значит, доказывают, что это самбраховство. Там другая проблема, вы упырнули кедрис, правильно? Да. А это уже и рано. В Азербайджане безумно боятся, если американцы ударят по урону. Но сейчас уже этой проблемы пока нет. Самбруханин пришел, он нормальный человек, кажется. Они боялись. Они боялись, и боялись они миграции. Что туда побегут азербайджанцы. То есть иранские азербайджанцы. Сколько азербайджанцев в Иране, ну, если вы посмотрите, по-моему, интернет, там, что вы, там, азербайджанцы говорят, что большая часть населения Ирана, это азербайджанцы. Там, когда все азербайджанцы, по-моему, кроме Хомини, ну, практически. Я не знаю, так или нет, так, но это проблема есть. И там, вот я недавно был в Баку, и там еще интересная штука. Ну, не шутка, а может быть, правда. Когда ты едешь в центр города из аэропорта имени Сангидара Алина, там стоит огромный микрорайон, новый, больших, красивых домов. Он пустой. Все квартиры пустые. Причем это очень большой, вот, наверное, несколько десятков домов, так, этажей 15. Я им задал вопрос, а почему они пустые? Азербайджанцы мне говорят, это когда американцы ударят по Ирану и прибегут оттуда беженцы, мы им будем продавать эти квартиры. Ну, я эту сангидсию два раза от разных людей слышал. Хотите везать, хотите нет, но в этом масле пустые, они ждут беженцев. У меня, наверное, последний вопрос к вам. Одной главной заботы Кремля сейчас является в связи с любительственными играми безопасности населения. Как вы думаете, возможно ли террористические акты, с какой части Кавказа, они могут быть, конечно? Это хорошо, что это последний вопрос, я на него завтра, я отвечу, поскольку завтра будет прокуроризм. Нет, я не верю. Ну, отвечу точно. Спасибо, Алексей Иванович. В общем, я бы сказал, для меня непонятный вопрос. Вы путаете Советский Союз и Россию. В Советском Союзе без разрешения КГБ даже муха не могла сесть на стол. Когда вы уезжали из-за границы, куда бы вы ни уезжали, даже на отпуск в Болгарии. Характеристика была подписана отремя доведомственными, соведомственными, и четвертое было КГБ. КГБ вот поэтому и назывался каталитарный линию. Сейчас это вы не. Но ФСБ намного меньше возможности, чем в Болгарии. И профессионально они, я считаю, уже... Вы понимаете, одно дело работать, сам тогда, сам у тебя есть, сам тут пистолет, там автомат. И сам тобой, сам командует по Брежнему Полистанину. А другое дело сейчас. Когда открытые границы, общение с Близним Востоком, с Берситским заливом, это невозможно, это нужно совершенно по-новому работать. Вот сейчас, когда была Первая Чеченская война, очень показательно. ФСБ очень хорошо работало. Военные работали отвратительно. А ФСБ неплохо работало. Почему? ФСБ была агентура. Которая осталась еще в Советских временах. В частности, там были осетины, которые очень хорошо работали. Сейчас их все сам с Брежнами порезали. И той агентурой, которая необходима для противостояния терроризму, исламизму, радикализму, не нафига. А раньше, там чего-то такое было. Потом, где даже бороться с контактами, это нужно знать. Это нужно знать ислам, нужно знать хоран, нужно знать арабский язык. Нужно очень много чего знать профессионально. Вот я сам, по-моему, говорил, у нас во всей Центральной Надии, во всех посольствах, в России, нет ни одного человека, который знал казахский, узбекский, советский коммунист. А вы заходите в ответ. Понятно. А все, ясно. Ну, сейчас на все время еще найду вопрос. Здравствуйте, у меня еще один вопрос. Должно ли правительство навязвить какой-то будет паспорт на Вежиме по обещению с Казахстаном и Чечной? Паспорт на Вежиме по обещению с Казахстаном? Так, что вы с этой церкви не взяли, не случайно. Не дали лист, а украинца или Казахстан, за полосы, а на полосы, по обещению? Так, этот вопрос вообще никто не обсуждает. Прежде чем вводить паспорт на Вежиме с Казахстаном, это абсурд. Нужно тогда ввести паспорт на Вежиме между Москвой и Санкт-Петербургой. С этого началось. А вот паспортные режимы с Центральной Азии, особенно в преддверии создания Евразийского Союза, это совсем другая тема, вот тут проблемы появились и будут появляться. Пока что окончательного решения нет. Даже Путин два раза менял свою жизнь. Не знаю, но пока что большинство общества выступает за паспортный режим. Граничники выступают за паспортный режим. Но если вы посмотрите на карту, там, где граница Казахстана и России, по-моему, 8 тысяч километров. Знаете, там можно хоть пять паспортных режимов сделать. И ничего не получится. Здравствуйте, меня зовут Тим Серин. Я студент в Агентстве по уменьшению угрозы. И у меня вопрос. Наша тема на этой неделе – это образование, международное образование. А какую роль играет ислам в школах на Кавказе? Так, мы на эту тему говорим. Значит так. Во-первых, в государственной школе, в Агентстве, опять же, в разный Кавказ. Про какой Кавказ? В целом, они остаются формально следствием. В школах преподается исланд. В Чечне – почти везде. В Дагестане – но и не везде. То есть приходит Эмман, и он рассказывает про ислам. Формально вы не посчитаетесь, в какой процент в школах на Кавказе. Это можно только понять, если вы читаете газеты, смотрите в интернет, кого-то слушаете. Но вот такая тенденция, что в Исламбуре, когда в школах на Кавказе, на них больше всего Чечня, Дагестан. Дальше я просто не знаю. Я знаю, что где-то есть, но какое количество в школах на Кавказе? Ну, в практике вот. У нас же другая проблема. У нас же проблема преподавания в школах православия. Сейчас накал этой проблемой немножко ниже, но еще год тому назад это был просто один из самых стандартных вариантов. Вот если бы православие ставили преподавать в государственную школу, реакция на Кавказе была бы не менее. Но пока вот. Спасибо. Спасибо большое, Алексей. Спасибо. 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 Спасибо.